Всем привет дорогие друзья, это Ежи подкаст и в этот раз это еще более подкаст чем обычно. Ну, вы помните, да, в свой телеграм канал я загружаю полноценную версию ролика, где стараюсь подбирать моменты из матча, которые иллюстрируют ту или иную мысль. А на ютуб и подкаст системы заливаю только аудиоверсию, которая в общем-то вполне самобытна. Но в этот раз я столкнулся с небольшой проблемкой. Игра локомотива получилась столь ослепительной, что найти полную запись матча в тех местах, в которых я обычно это делал, мне не удалось. То есть, похоже, не я один решил, что никакого футбола в понедельничный вечер не было, торрент-релизеры тоже решили, что нечего зазря людей мучить и выкладывать это. Впрочем, конкретно в этой игре, кроме окрыховика, вышедшего в атаку, ничего примечательного вообще не случилось, поэтому расслабьтесь, сверните ютуб и сконцентрируйтесь на звуке. На матч с Ростовом у меня были определенные надежды. До этого локомотив каждый раз проделывал плюс-минус один на тот же путь. После перерыва здорово начинал, а затем постепенно сдувался к концу и выдавал игры откровенно посредственного качества. Так мы вышли после карантина и разнесли Оренбург с Рубином. А потом сделали четыре ничьи подряд. Так мы стартовали уже в новом сезоне с побед над тем же Рубином и Краснодаром. Дело даже не в результате. Локомотив действительно неплохо действовал в этих матчах. Мне хотелось видеть в этом какую-то тенденцию. Ну, дескать, отдохнувшие ребята. Возможность у тренерского штаба детально поработать с командой на тактике. Некая психологическая перезагрузка. Как понимаете, гипотеза не подтвердилась. Первый звоночек... Ну, как звоночек? Представьте, что кто-то надел вам кастрюлю на голову и бил по ней половником. Вот такой вот звоночек протвенел, когда локомотив в товарищеском матче проиграл юношеской сборной России под руководством тренерского дуэта Киржаков-Быстров. Нет, вы прекрасно знаете, что я люблю молодежь и уверен, что поколение игроков 2001 года рождения, скорее всего, сильнейшее за долгие годы. Но сама по себе сборная Ю-19 не хватает звезд с неба. А еще, в отличие от локомотива, они собрались только на неделе перед матчем, они занимались непрерывно с июня месяца. Но вышли и с листа обыграли команду, которая лишь наполовину была резервной. Впрочем, ладно, результат, мало ли что там напридумывал и наэкспериментировал Николич в отсутствии сборников. Больше впечатлила ошеломленность, потерянность и полное непонимание, что происходит в глазах у Дани Куликова, вышедшего на матч с капитанской повязкой. Можно сколько угодно говорить нам о превосходном контакте Николича с игроками, о хорошей атмосфере на тренировках и счастье от увеличившейся работы с мячом. Но одно такое послематчевое интервью красноречивее любых слов. Посмотрите, если пропустили. И вот 11 таких потерянных Куликовых вышли на матч с Ростовом. А на скамейке сидел еще один, такой же, абсолютно не понимающий, какую непонятную яму вдруг угодила команда. Как из нее выбираться и что вообще можно предпринять. Со стороны Локомотива игра шла примерно минут 10-15, если быть оптимистом. К счастью для нас и Ростов нынче не тот, что был в прошлом сезоне. Ковид-история слишком уж сильно на них сказалась. И Еременко далек от хорошей формы, и Попова уже нет, и Шамуродов сто лет не забивал. Поэтому вся игра превратилась в постоянные вертикальные забросы Ростова в нашу штрафную. И последующий наш вынос, за который раз в 5 минут удавалось зацепиться и перейти на чужую половину поля. Невероятно увлекательное зрелище. Локомотив абсолютно отказался от прейсинга, построил первую линию обороны через штрафную площадь и оборонялся всеми 11-ю игроками. Вспоминая бессмертное интервью Кикнадзе о том, как нас возил Байер в домашней игре Лиги Чемпионов, очень хочется услышать рецензию на эту игру. Матчи с «Зенитом» и «Спартаком» были названы атакующими, но сколько еще получится называть черное белым? Это было ужасно. Худшая антиреклама футбола, которую только можно представить. Нужно ненавидеть саму суть футбола, чтобы 90 минут заниматься тем, чем занимались команды. На фоне стартовавших европейских чемпионатов и даже московского дерби, обе команды стоило бы исключить за преступления против игры. Когда команда откровенно валится, на помощь должны приходить тренерские идеи, неожиданные ходы и новинки, как все та же пресловутая схема от Палыча с опорником Мурила, которая принесла нам массу очков в важнейших играх прошлого сезона. Локомотив Николича на принципиальные изменения не идет, меняются только детали. 4-4-2 трансформируется в 4-2-3-1, но ровно с теми же идеями, которые совершенно не работают. В матче с Ростовым в запасе остался Криховик, то ли в качестве секретного оружия, то ли перетрудился в матчах за сборную Польши. Этот засадной полк вышел во втором тайме на позицию второго нападающего в паре к Лисаковичу, и следующие 20 минут толкался на подступок к чужой штрафной и вообще выглядел довольно инородным телом в этой инертной игре. В хорошем смысле инородным, потому что казалось, что только ему на поле что-то и нужно, пускай и понимания игры на позиции нападающего не хватало. И знаете, я прекрасно понимаю идею. Я и сам часто говорил, что у нас после ухода Леши только Гжегеш может более-менее надежно переправить мяч в ворота из убойной позиции. Но просто вдумайтесь, в настоящий момент у нас здоровы все заявленные форварды. Те, с кем, в общем-то, и планировали входить в этот сезон. Смолов, Эдер и Лисакович. Все в оптимальных кондициях. Это не Понтус, Верблум, Слуцкого или Родолфа Палыча, которых отправляли вперед в безнадежных ситуациях, просто потому что больше некого. К этому матчу тренерский штаб готовился две недели. И осмотрев свои войска, пришел к выводу, что лучшим нападающим будет Гжегеш Крыховик. Невероятная работа спортивного департамента. Аплодисменты. Такая же ситуация, в общем-то, и по остальным позициям. Например, взять оборону. Без шуток, одну из лучших в лиге. Но стоит выйти из строя одному из узлов механизма и все рухнет. Вместо Чурлуки будет выходить Райкович. Вместо Рыбуся – Лысов. Вместо Игнатьева – Живоглядов. Ну или вместо Живоглядова – Игнатьев. Тут уж как посмотреть. Ни то, ни другое не выглядит перспективным вариантом на Лигу Чемпионов. Из полузащиты выдернули Алексея Мирончука и Дмитрия Баринова. А Куликову и Рыбчинскому понадобится еще пару лет, чтобы хотя бы приблизиться к их уровню. Я всегда за то, чтобы выпускать молодых, но нельзя вешать на них ответственность за результат. А получается, что именно на это и надежда у Локомотива Николича. Это очень опасный путь, который может сломать ребят, вместо того, чтобы сделать из них футболистов высокого уровня. Если сравнить составы Локомотива в трех подряд Лигах Чемпионов 2018, 2019 и 2020, то это будет история деградации. Невозможно постоянно по чуть-чуть ухудшать состав команды и надеяться на то, что результаты останутся неизменными. Они действительно могут долгое время держаться на одном уровне, но затем просто рухнут в бездну. И как бы мы сейчас с вами не стояли на ее пороге. Локомотиву нужна встряска и сильные игроки здесь и сейчас, но время упущено. Лимит занимают такие футболисты, как Райкович и Жасур Жилалединов. Да и вместо селекции у нас клуб любителей пересматривает чемпионат Европы 2012 года. Нам нужны свежие тренерские идеи, которые позволят встряхнуть игроков. Но вместо этого Николич рассуждает о депрессии у футболистов и возможности поработать в недельном цикле. Нам нужно сильное руководство, которое будет проявлять себя решительными действиями в кризисные моменты. А пять матчей подряд без побед это вполне себе кризисный момент. Но у нас Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков, которые любят комментировать победы и прячутся в кусты, когда что-то идет не так. Так, Локомотиву в принципе нужно что-то делать, пока сезон еще не завален. Но полное ощущение, что всех все в клубе устраивает. А мы будем искать резервы внутри, перепробовав нападающими еще Чорлук, Живоглядов, Жасур Жилалединова. Кого угодно. Хотя в целом, в выездной ничьей против Ростова, даже в отвратительно скучной игре без моментов и подходов к чужим воротам, чтобы там не фантазировал Николич про последние 30 минут, нет ничего плохого. После перерыва на сборной Локомотив часто проводил такие, когда важнее перетерпеть, найти, реализовать свой шанс. Только вот у нас и до перерыва было то же самое. И с сильными соперниками, и со слабыми. И почему-то воскресный матч с Тамбовым уже не выглядит какой-то легкой прогулкой, какой должен был бы быть для команды, выступающей в Лиге Чемпионов. А я все чаще ловлю себя на мысли, что просмотр матча Локомотива это вообще не праздник, а тяжелая работа. Я знаю, что в воскресенье буду ждать игры как чего-то неизбежного. Посмотрю состав и в очередной раз не обрадуюсь тому, что увижу. Неважно, будут там сюрпризы или нет. Я знаю, что Локомотив забьет больше одного мяча только при каком-то невероятном стечении обстоятельств. Знаю, что Гильерме и вся наша оборона с удовольствием создаст как минимум одну стопроцентную возможность для соперника. А если повезет, то в перерыве я усну и проснусь к финальному свистку. Вот в такой атакующий футбол по Кикнадзе нынче играет Локомотив. Я даже не знаю, чего ждать. Лиге Чемпионов, межсезонье, лето 2021 года. Комментаторы и аналитики на Матч ТВ уже не стесняясь глумятся и над Кикнадзе, и над командой. Печатная интернет-пресса начала это делать еще раньше. Есть ощущение, что только нас, болельщиков, в этой ситуации что-то и не устраивает. Но мы, как известно, ни на что повлиять не можем. Так что просто ждем. Пока что воскресенье. Посмотрим игру, обсудим на стриме и на неделю можно будет забыть о футболе. Такой вот грустный и пессимистичный подкаст. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. И может попробуйте переубедить меня в комментариях, что все не так плохо, как мне видится. Ну, с вами был Тим. Пока.